В 22 милях от солнечных пляжей Сан-Паулу, там, где Атлантический океан сливается с горизонтом, прячется место, которое картографы обозначают с осторожностью, а местные рыбаки обходят за десятки миль. Кеймада-Гранди – остров, чье имя переводится как «выжженная земля», но огонь здесь давно уступил место куда более древней силе. Представьте, клочок суши размером с 4 футбольных поля, где под каждым камнем, в каждой трещине скал таится смерть. Здесь не слышно шума цивилизации, только шелест чешуи, а камни да крики перелетных птиц, обреченных стать добычей. Что заставило природу создать этот аномальный уголок? Почему даже бразильские военные патрулирующие воды называют его островом, где время остановилось? И правда ли, что под его почвой скрывается нечто, заставляющее дрожать даже тех, кто изучает его десятилетиями? Но что делает этот остров настолько пугающим? Это не просто место, где природа диктует свои правила. Кеймада Гранди – это символ того, как изоляция может превратить обычный участок земли в нечто совершенно чуждое человеческому пониманию. Здесь нет дорог, нет следов цивилизации, а единственные посетители – это редкие ученые и патрульные корабли. Но даже они не задерживаются здесь дольше нескольких часов. Что скрывается за этой завесой страха? Может быть, остров хранит тайны, которые человечество еще не готово раскрыть? Чтобы понять уникальность Кеймада Гранди, достаточно взглянуть на цифры. Его площадь – чуть более 500 тысяч квадратных ярдов, что равно 52 стандартным футбольным полям. Но плотность жизни здесь измеряется не в людях или деревьях, а в змеях. По самым скромным подсчетам, на каждом квадратном ярде острова обитает до пяти особей островного Ботропса. Для сравнения, в Нью-Йорке на той же площади поместились бы три человека, а здесь – пять смертоносных хищников. Остров окружен огромными скалами, а его единственная гавань – узкий перешеек, который бразильский флот перекрыл патрульными кораблями. Официально для защиты туристов. Почему даже журналистам с аккредитацией закрыт доступ на остров? И зачем ученые, получающие редкие разрешения, облачаются в костюмы, напоминающие скафандры? Некоторые задаются вопросом – может, за строгостями скрывается не только забота о безопасности? Что, если власти опасаются, что кто-то увидит то, что должно остаться тайной? С высоты птичьего полета остров напоминает зеленый ковер, раскинувшийся посреди океана. Но стоит приблизиться, и вы увидите суровые скалы, обрамляющие береговую линию, словно естественный барьер. Внутри – густые джунгли, где солнечный свет почти не пробивается сквозь листву. Ученые утверждают, что именно такая изоляция позволила змеям стать доминирующим видом. Но что еще скрывают эти джунгли? Может быть, там есть уголки, куда даже змеи боятся заползать? Островной Ботропс – эволюция убийцы. Это шедевр эволюции, созданный в условиях жесточайшего эксперимента. Его яд – коктейль из нейротоксинов и гемотоксинов – способен убить взрослого человека за два часа, а мышь – за считанные секунды. Для сравнения. Яд его материкового родственника, жара раки, вызывает смерть в 30% случаев, но здесь этот показатель подскакивает до 93%. Ученые объясняют это изоляцией. На острове нет мелких млекопитающих, поэтому змеи адаптировались охотиться на птиц, научившись взбираться на деревья и ждать добычу в засаде. Но как объяснить, что их яд стал смертоноснее в разы быстрее, чем у других змей? Одни исследователи осторожно предполагают, возможно, изоляция ускорила эволюцию. Другие шепчут о радиации или экспериментах прошлого. А что, если эти рептилии – результат чего-то большего, чем просто природа? Интересно то, что яд этих змей не просто убивает, он буквально растворяет ткани жертвы. Это позволяет змеям переваривать добычу быстрее и эффективнее. Но почему именно на Кеймада Гранди яд стал настолько смертоносным? Некоторые исследователи предполагают, что это связано с конкуренцией за пищу. Чем быстрее змея убивает добычу, тем больше шансов у нее выжить. Однако есть и более мрачные теории. Возможно, эволюция здесь пошла по пути создания идеального хищника. Экосистема без правил На Кеймада Гранди природа написала свои правила кровью и ядом. Здесь нет лис, ястребов или крокодилов, только змеи, ставшие и хищниками, и падальщиками, и хозяевами пищевой цепи. Они заполонили каждую нишу. Одни охотятся на птиц в кронах деревьев, другие подстерегают добычу скалистых расщелин, третьи пожирают сородичей в борьбе за территорию. Почему за тысячу лет змеи стали здесь единственными хозяевами? И если эволюция на острове так стремительна, что еще она могла создать? Удивительно то, как экосистема острова поддерживает баланс при таком количестве хищников. Птицы прилетают сюда ежегодно для гнездования, несмотря на смертельную опасность. Возможно, их привлекает отсутствие других наземных хищников или богатый растительный мир. Но как долго эта экосистема сможет оставаться стабильной? И что произойдет с змеями, если птицы перестанут прилетать? Маяк-призрак и проклятие смотрителей. В 1909-м, когда остров еще пытались приручить, здесь возвели маяк. Его свет должен был предупреждать корабли о подводных скалах, но вместо этого он стал маяком для трагедий. По легенде, семья смотрителей – муж, жена и трое детей – заперлась в башне, пытаясь спастись от змей, заползших через вентиляционные шахты. Наутро их нашли мертвыми, тела покрывали сотню укусов, а пол был усеян чешуйчатыми тенями. История о семье смотрителей обрастает мифами, но в архивах сохранились туманные записи о происшествии, после которого маяк стал автоматическим. Почему его огни до сих пор мигают, словно предупреждая корабли? И почему руины дома не тронуты? Как напоминание о чем-то или как знак, что остров не прощает вторжений? Маяк на острове – это не только символ надежды для моряков, но и напоминание о трагедии. Говорят, что после смерти семьи смотрителей местные жители начали избегать этого места даже больше прежнего. Некоторые утверждают, что по ночам вокруг маяка можно услышать странные звуки, шипения или даже крики. Совпадение? Или остров действительно хранит память о тех событиях? Роковые попытки колонизации В начале 20 века, когда мир верил в покорение природы, на Кеймадо-Гранде решили разбить банановые плантации. Казалось логичным – плодородная почва, теплый климат. Но уже через неделю рабочие, присланные из Сан-Паулу, начали исчезать. Те, кто выжил, рассказывали о змеях, падающих с деревьев словно дождь, о чешуйчатых тенях, скользящих по стенам бараков. Официально проект свернули из-за нерентабельности, но в старых записях есть намеки на кошмарные детали – змеи в спальниках, исчезновение рабочих. Может, правда в том, что остров просто не принимает чужаков? Сегодня джунгли поглотили остатки построек, но ни одна экспедиция не отважилась их искать. Может, из-за страха? Или потому, что кто-то приказал стереть следы этой авантюры, словно признание провала человечества перед лицом природы? Мы уже вряд ли узнаем, насколько правдива эта история, но сама мысль будоражит сознание. Но почему рабочие продолжали возвращаться на остров даже после первых трагедий? Возможно, их заставляли обещания высокой оплаты или страх перед работодателями. Однако спустя годы эти события стали частью фольклора региона. Сегодня местные жители рассказывают истории о духах рабочих, которые до сих пор блуждают по джунглям в поисках выхода. На черных рынках Южной Америки островного Батропса ценят выше, чем кокаин. Одна особь может принести контрабандисту до 30 тысяч долларов, столько же, сколько два пуда платины. Яд этих змей следует для создания антикоагулянтов и лекарств от гипертонии, но есть и другая, мрачная сторона медали. В 2017-м бразильская полиция перехватила груз из 20 змей, спрятанных в контейнере с бананами. По слухам, заказчиком был частный военный контрактор, интересовавшийся биологическим материалом для нестандартных задач. Это породило теории. А что, если яд этих змей модифицируют для создания оружия, парализующего нервную систему? Или используют в генетических экспериментах, пытаясь усилить его свойства? Кто стоит за контрабандой змей? Ученые, ищущие славу? Теневики, мечтающие о власти через яд? Или те, кто верит, что за чешуйчатым фасадом острова скрывается нечто, заслуживающее риска? Контрабанда змей с Кеймада Гранди. Это не просто преступление против природы. Это целая индустрия с многомиллионными оборотами. Ученые предупреждают, если змеи попадут в неподходящие руки, последствия могут быть катастрофическими. Представьте себе биологическое оружие на основе яда американских копьеголовых змей. Вещество, которое парализует жертву за секунды и вызывает необратимые повреждения тканей. Кто знает, какие эксперименты уже проводятся в секретных лабораториях. Военные тайны. Почему остров, где нет стратегических ресурсов, охраняет военно-морской флот Бразилии? Конспирологи настаивают, змеи — лишь прикрытие. Почему военные так яро охраняют остров? Может, змеи — лишь ширма? Что, если спутниковые аномалии и странные звуки — ключи к чему-то, что скрывают даже от своих? Миф о плавучем гробе. Среди рыбаков южного побережья Бразилии ходит история о лодке, которую волны прибили к пляжу Иллибеллы. На борту нашли тело мужчины с лицом, обезображенным укусами, а в трюме — корзины, полный змей. Легенда гласит, это был рыбак, рискнувший высадиться на Кеймадо-Гранде запресной водой. Но почему змеи поплыли с ним? И как они пережили два дня в соленой воде? Ученые называют это биологической фантастикой, но разве история о лодках с мертвецами и змеями всего лишь совпадение? Или это метафора — остров мстит даже тем, кто пытается сбежать? Некоторые ученые предполагают, что змеи могли попасть на лодку случайно. Например, заползти туда в поисках укрытия от жары или дождя. Но как объяснить их выживание в замкнутом пространстве без пищи и воды? Может быть, их организм адаптировался к экстремальным условиям лучше, чем мы думаем? Или это еще одно доказательство того, что природа Кеймадо-Гранде полна загадок? Тень Титанобоа 58 миллионов лет назад по болотам Колумбии ползала змея длиной с автобус. Титанобоа, король палеоцена, весила больше тонны и могла проглотить крокодила. Ее окаменелости нашли в 2009-м, но конспирологи уверены, это лишь верхушка айсберга. Что, если часть популяции выжила, спрятавшись в изоляции Кеймадо-Гранде? Ученые смеются, они вымерли из-за изменения климата. Что, если спутниковые тени не игра света, а следы чего-то, что наука не хочет признавать? А глухие удары под землей не ветер в пещерах, а дыхание прошлого. Но что, если Титанобоа действительно могла выжить в изоляции? Современные технологии позволяют обнаруживать подземные пустоты и пещеры с помощью спутниковых снимков. Однако данные об острове остаются засекреченными. Что скрывают эти снимки? Возможно ли существование потомков древней змеи в глубинах острова? Эксперименты за гранью этики В 1940-х, когда мир увлекся биологическим оружием, ходили слухи, что на острове проводят опыты. Якобы японские ученые, сбежавшие после Второй мировой, пытались создать суперзмею, скрещивая американского копеголового с другими видами. Доказательств нет, но ходят слухи, будто в крови змей находили следы веществ, которых там быть не должно. Ошибки ли это? Или остров стал лабораторией для кого-то, кто играет с природой? Пиратское проклятие В 16 веке, когда пираты Карибского моря бороздили Атлантику, Кеймада Гранди стал легендой среди флебустьеров. Говорили, что здесь зарыты сундуки с золотом инков, а змеи – стражи, посланные древними богами. Говорят, у берегов находили обломки кораблей с пустыми трюмами. Может, сокровища все еще здесь? Или истинное богатство острова? Не золото, а его ядовитые тайны. Их ДНК – уникальный архив эволюции. А что, если под скалами скрывается нечто древнее? Храм, артефакт или даже гробница самого Титана Боа, которую змеи охраняют миллионы лет? Яд – лекарство или оружие? Яд островного Батропса – это алхимия смерти и надежды. С одной стороны, его ферменты изучают для создания препаратов, останавливающих инфаркты. С другой – один грамм этого вещества может убить 500 взрослых людей. Фармкомпании создают из яда лекарства, но что, если в темных уголках мира его превращают в нечто иное? Где-то грань, за которой наука становится оружием? И почему бразильское правительство запретило экспорт яда даже для медицинских целей? Ответа нет, но факт остается. Каждый год на острове исчезают десятки змей. Куда их везут? В лаборатории или в подпольные бункеры, где яд превращают в оружие, которое мир не должен увидеть? Интересно то, что исследования яда Батропса уже привели к созданию нескольких экспериментальных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако процесс синтеза таких веществ невероятно сложен и дорог. Это порождает вопрос, стоит ли рисковать жизнями ради изучения яда. Или человечество должно оставить природу в покое. Парадокс сохранения. Кеймада Гранди. Заповедник, где охраняют убийц. Ученые бьются за сохранение Батропса, чья популяция сокращается из-за болезней. Но разве эти змеи заслуживают защиты? Их яд уничтожил сотни людей, а их существование делает остров зоной вечного страха. Биологи оправдываются. Они ключ к пониманию эволюции. Но что, если это оправдание для чего-то большего? Зачем сохранять убийц? Может остров не заповедник, а учебник, где учатся выживать в мире, где природа больше не подчиняется нам? Или это эксперимент, который выйдет из-под контроля? Вопрос без ответа. Кеймада Гранди. Это зеркало, в котором отражаются наши страхи. Страх перед неизвестным, перед силой природы, перед тем, что наука не может объяснить. Здесь каждый камень шепчет. Ты не хозяин здесь. Каждая тень в джунглях задает вопрос. Что, если змеи лишь предвестники чего-то древнего? Что ждет своего часа? Может остров не аномалия, а норма? Напоминание о том, каким мир был до человека? Или лаборатория, где создают будущее, в котором нам нет места? Ответов нет, но одно ясно. Пока маяк мигает в океанской тьме, а волны бьются о скалы, Кеймада Гранди останется загадкой. Немой, ядовитый, вечный. Кеймада Гранди остается символом того, как мало мы знаем о мире вокруг нас. Может быть, этот остров всего лишь одна из многих загадок природы, которая напоминает нам о нашей уязвимости перед ее силой? Или это предупреждение о том, что некоторые тайны лучше оставить нераскрытыми?